Всем привет, друзья! Материал, который вы сегодня увидите, я снял ровно в тот день, когда Украина праздновала 30-летие независимости. Если вы по какой-то причине не смотрели короткий, но эпичный музыкальный ролик о праздновании, ищите его на моем канале. Да и вообще у меня в запасе осталось несколько летних роликов, так что не удивляйтесь, когда картинка на экранах и за окном будет отличаться. Сегодня я хочу рассказать и показать вам, как преобразилась арсенальная площадь в Киеве. Устраивайтесь поудобнее, заваривайте чаек, забирайте 2500 гривен от паримач по ссылке в закрепленном комментарии. Мы начинаем. Сказать, что проблем в столице вагон и тележка, значит не сказать ничего, но это не отменяет того факта, что хорошее в Киеве тоже делается. Но для начала немного истории. Очень любопытно я вам скажу историю. Арсенальная площадь находится собственно на станции метро Арсенальная, и в 2019 году она выглядела вот так. На заднем плане видны Никольские ворота, важнейшая достопримечательность Киева. Построенные по приказу Николая I в середине 19 века они были парадным въездом в Киевскую крепость. Какое-то время уже в наши дни в этом здании размещалась военная прокуратура Киева. Но когда она съехала, Никольские ворота бесхозно стояли несколько лет, разрушаясь на глазах. И вот тут самое интересное. Раньше это строение принадлежало Министерству обороны, но в 2004 году оно в лице начальника управления имущества и земельных ресурсов, заместителя директора департамента Волынского А, по доверенности министра обороны Украины Марчука ЕК от 17.08.2004, заключило договор мены недвижимого военного имущества на жилье для военнослужащих с ООО Крещатик Инвестстрой. Обменяли имущественный комплекс по адресу Киев, улица Январского Восстания, 1, сейчас это улица Мазепа-1, где и находятся Никольские ворота, экспертной стоимостью 18 656 000 гривен на жилой дом в 196 квартир в Харькове по улице Свинаренко, 18. Причем площадь обеих недвижимости оценили в абсолютно одинаковую сумму. Как пишет издание «Киеввласть.ком.юэй», впоследствии ВСК выяснило, что квартиры в собственность Минобороны так и не были оформлены, а военнослужащие не заселены. В общем, друзья мои, типичные мутки-баламутки с землей, которая из государственной через продажи и последующие перепродажи стала частной. 26 августа прошлого года участок площадью 0,8 гектара, на котором собственно и стоят Никольские ворота, был зарегистрирован на ООО General Commerce, а участок площадью 1,12 гектара, это территория перед Никольскими воротами, на ООО Вайткон. И это на самом деле довольно мутненькая история, но есть в ней и положительная сторона, о которой я вам как раз и хочу сегодня рассказать. Если государство не может или не хочет заниматься культурным наследием, то частник всегда думает о том, какую прибыль для себя он может извлечь. И самый лучший способ получать эту прибыль, это, конечно же, сдавать в аренду все приобретенные площади. Не буду больше вас долго томить, отправляемся на Арсенальную площадь. Летом 2020 года было объявлено о начале реконструкции Арсенальной площади и Никольских ворот за счет частных инвесторов, которых мы с вами уже знаем. А эта съемка, как я уже сказал, проводилась в День независимости Украины, то есть летом 2021. Если верить информации, которую я нашел, были укреплены фундамент и склон парковой зоны, потому что правое крыло здания было в критическом состоянии. Отреставрирован фасад, кровля и оконно-дверные проемы. Что приятно, к реставрации были подключены историки, чтобы сохранить аутентичность сооружения. Утраченные чугунные капители восстанавливали по архивным данным. Несколько месяцев ушло на реставрацию ворот со львами. Сохранили и отреставрировали даже такую важную мелочь, как петли от ворот. Продолжение следует... На момент съемок сухой фонтан еще не работал, его открыли чуть позже, но уже работали различные заведения. Особенно хочу отметить четко выдержанный дизайн-код. Вывеска каждого заведения оформлена в едином стиле. Шрифт приятный, неброский, в цветовой гамме здания. Выглядит это очень лаконично и вообще круто. Даже логотипы Макдональдса и пьяной вишни, которые как бы узнаваемы и надо их поместить на стену, все равно небольшие, не перетягивают на себя внимание и не мешают восприятию архитектуры здания. Также хочу отметить территорию арсенальной площади возле станции метро. Ее выложили плиткой двух цветов. Это как бы расширяет пространство и объединяет Никольские ворота с прилегающей территорией. Огромный плюс за то, что наконец при реставрации чего бы то ни было обратились к профессиональным архитекторам. Так надо делать всегда. Единственное, что как по мне, конкретно вот эта плитка не слишком долговечная. Ну и в некоторых местах качество работ не самое лучшее. Но это если придираться. В целом же, на мой взгляд, все получилось очень даже неплохо. Смущает меня только один момент. Главный архитектор проекта Татьяна Лысюк заявила, что когда реконструкция будет полностью окончена, а это вроде как произойдет через пару лет, попасть к Никольским воротам можно будет с арсенальной площади, как сейчас, либо через скрытую аллею, которая будет создана между ними и новым бизнес-центром. Новый объект Estation Business будет иметь шесть этажей. Это офисные помещения на верхних этажах и коммерческие на нижних. Честно говоря, не знаю, насколько уместно строить стекляшку возле памятника архитектуры. Впрочем, для Киева это не впервой. Если посмотреть на проект, то с одной стороны визуально эта крыша соединяет с собой старину и современность. С другой стороны, несколько загораживает и прячет фасад Никольских ворот. Что вы думаете об этом, обязательно напишите в комментариях. Как по мне же, главное во всей этой слегка запутанной истории, пожалуй, все-таки то, что одна из важнейших киевских достопримечательностей не будет утрачена. И можно сказать, что она получила вторую жизнь. Ставьте большие пальцы вверх, подписывайтесь на канал и обязательно жмякайте колокольчик, чтобы ничего не пропустить. Всем спасибо и пока.